Вы говорите, не выводили на мороз, не засовывали иголки под ногти. Они заключались в следующем. Ко мне могли, и это было, это происходило, в первом часу ночи подъехать домой с проверкой, дома я нахожусь или не дома, в то время, когда я сплю. Я отвечаю по домашнему телефону, по домофону. Я говорю, я дома. А до этого, я забыв, что у меня, мне запрещено после 12 покидать дом, позвонила своей дочери и сказала, что я ее встречу. А потом просто отправила брата. А самолет должен был прилететь около 12 часов. Ко мне приезжают с проверкой, дома я или нет. То есть вы хотите сказать, кто-то прослушал ваш телефон? Однозначно. Я знаю, что вы пообещали человеку, что у вас не будет дома в полночь. Конечно, конечно. Но это еще не все. Когда я говорю, я, это я. Я Инара, я сплю. Выходите и возьмите с собой паспорт ночью, неизвестно к кому. А кто эти люди? Они как-то представлялись? Да, они представились из полиции с проверкой приехать и выяснить, дома я или не дома. И я с ними разговариваю или не я. И я в ночной рубашке ночью выхожу на улицу с паспортом. А в машине сидят уже трое. Я спрашиваю, а кто вы? А вы можете не выходить? Не открывайте им двери и не выходите. Если я не открою, не выйду и не покажу свой паспорт, меня просто арестуют. За что? Вы спите дома у себя в положенное время, в тот час, когда господа Квитковская. Ну, я просто здесь опять же приведу такой небольшой пример. Это такая эксклюзивная ситуация именно касающаяся Инары Вилкосты. Ее домработница, которой, если я не ошибаюсь, было 76 лет на тот момент, недостаточно быстро открыла дверь сотрудникам КНАП, когда они пришли с обыском. Ну, просто пожилой человек вообще не знает, кто такой КНАП. Это было в 2007 году? То есть открыло, но недостаточно быстро. Это было в 2008 году, 23 мая, практически на день моего рождения. Дома никого не было, только тетя Нина. Тетя Нина, да, она не понимает по-латышски. Она ребенком прошла всю войну, ее гнали по этапу. И когда после взрывов и поджогов и попытки похищения дочери стали ломиться и лезть через забор, естественно, у нее возник самый обыкновенный человеческий страх. И ее, ей выдвинули обвинение за невыполнение решения суда. И до сих пор, до сих пор ее судят, она находится под судом, она ходит на судебные заседания. 76 лет, то есть уже больше, 80. Ей уже сейчас под 80 лет, она просто плачет и говорит, я хочу умереть. Ну, она так говорит, невинный, невиновный. Могу привести пример одного из обысков. Ко мне заходят в спальню, сотрудники КНАП, я сплю. Так они дверь сломали? Нет, не сломали, они зашли. Им тетя Нина открыла на этот раз дверь. Они зашли, я сплю. Мне сказали вставать и одеваться. Я говорю, отвернитесь. Нет, не будем. А зашли мужчины? Нет, женщины. Женщины. Женщины, да. Вы говорите, не пытки. Мне пришлось в прямом смысле слова, раздетой, вставать и идти в душ. Я попросила сходить в душ. Адвокатам мне не разрешили позвонить. В этот день, это были сотрудники КНАП, следователем была Алла Юрыша. В этот день была адвокатская конференция. Я все же зашла в душ и оттуда позвонила. Истерика была такая со стороны сотрудников КНАП. Вы себе даже представить не можете. Ну как это выражалось? Ну это выражалось, сразу раздались крики. Она звонит, она звонит. Что делать, что делать? А двери душевой кабинки закрыты. Ну и потом уже, ладно, пусть звонит. Я говорю, я звоню адвокату. У меня есть право на звонок адвокату. В результате адвокаты сказали, что если бы я позвонила на пять минут позже, никто не мог бы мне оказать юридической помощи, потому что в этот день все поехали на юридическую конференцию.